Новый премиум танк Британии, который был призван составить конкуренцию ИС-3. Что это за машина? А также в конце видео вас ждет сюрприз. Погнали, мужики! Весна, весна, пора голды. Голды? Хватит сочинять, танкист! Много голды или премиум танк всего за 149 рублей на votkit.ru А хочешь весны? Ежедневно участвуй в раздаче 5000 золота. Ссылка в описании. И всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вам Белковод. И сегодня мы поговорим про новый премиум танк, который вышел на супертест. То есть этот парень может появиться у нас в игре. Машина, скажем так, уникальная в какой-то степени. Во-первых, потому что написано про нее так. Этот танк был призван составить конкуренцию советскому танку ИС-3. То есть это у нас будет такой вот конкурент дедушки третьего. И внимательно смотрите, о чем эта машина дальше. Ну а перед тем, как мы перейдем, собственно, уже к этой уникальной машине и расскажем про нее подробно, несколько моментов хочу выделить. Во-первых, у вас на фоне сейчас один из самых бомбезных боев на Т-10 в истории этого патча. Ну, за этот патч, так скажем. Это карта Химмельсдорф. Он останется абсолютно шотный против кучи танков. Внимательно смотрите и я отвечаю вам, не пожалейте. К тому же в конце этого видео, этого боя вас ждет сюрприз. Ну и сейчас на ваших экранах появляется победитель нашего ежедневного розыгрыша. Голды нашей халявы от бомбилки. Вот его комментарий с игровым ником. И вот наш чек об оплате. Поздравляем этого парнишу. Он заслуженно получает свою голду. А если и ты в этом видео абсолютно на халяву собираешься получить голду, да хочешь, хочешь в этом ролике бесплатно на шару, либо голду, либо мы иногда принтанчики разыгрываем, то тебе нужно выполнить следующие простейшие условия. Во-первых, сабскрайбнуться, подписаться на канал, поставить лайк, прожать колокольченского и оставить позитивный, обязательно позитивный. Мы негатив не любим. Комментарий с твоим игровым ником. Это для того, чтобы участвовать в розыгрыше, в халяве, в раздаче. Как хотите, так и называйте. В общем, розыгрыш от бомбилки голды в этом ролике. Ну а теперь, когда уже про розыгрыш мы поразговаривали, время перейти к британской эстэшечке. На супертест вышла новая неплохая машина Химера СТ-8 Британия. Премиум танк. Химера в греческой мифологии чудовище с головой и шеей льва, туловищем, козы и хвостом в виде змей. В общем, то же самое, что наш русский мужик с завода после запоя. Модель не финальная, полная ТТХ танка. Сейчас посмотрим. Давайте внимательно обратим. У нас вот не сейчас перед вами появляются ТТХ, как выделяется сайт группа ВОТ Экспресс. Хорошие углы и альфа для среднего танка. А урон фугасом прелесть. В общем, давайте действительно посмотрим точнее. 490 урон обычным снарядом. У фугаса урон 630. Если на вас выкатится какой-нибудь картонный ваффентрагер, борщинг какой-нибудь или вафля 9 уровня, вафлепазик 4, то ему просто не поздоровится с одного вашего взгляда. Своим снарядом вы сносите сразу значительное количество ХП врага. Опять-таки, по модельке танка можно заметить несколько таких моментов. Ну, танк низкий, танк неплохо бронирован спереди, и иногда даже будет ловить рикошеты. Вот появились уже фоточки на карте, как он катается. Это супертесты, я так понимаю. Видно, опять-таки, на башне. Видно командирскую башенку, и место, куда можно будет прошибать, туда скорее его будут и шить. Что у нас по бронированию? Самое интересное, что отмечают у нас исторические данные. Вот пишет, вот экспресс, это послевоенный проект тяжелого британского танка. «Призванный, призванный составить конкуренцию советскому танку ИС-3». Это написано у нас в характеристиках. Несмотря на оригинальность решений и использование опыта немецкого танкостроения, проект не вызвал интереса и дальнейшего развития не получил. Но в нашей игре нужно больше, больше, больше премтанков, поэтому он у нас развитие получает. Давайте еще раз подробно пройдемся по характеристикам. Пробитие 202 основным снарядом. Будет не хватать, будет не хватать на девятки и десятки. Урон 490, урон в минуту 2190 неплохо. Время перезарядки 13 секунд дофига. Скорострельность 4,469 выстрелов в минуту. Ну думаю, будет апаться практически до 5 с экипажами, там снарядами и всем прочим. Скорость полета снаряда 732. Я думаю, это никому ничего не говорит. Я скажу так, обычная скорость. Маневренность, точность стрельбы 0.33. Бомбезнейшая, практически имбовая точность. Время сведения 2,4. Вот тут не скажу, что бомбезнейшая, но тоже, скажем так, точно. Точно быстро сводится. Круг разброса, ну не буду здесь зачитывать, сами посмотрите, все эти цифры ничего вам не дадут. Угол, вот самое интересное. 20, возвышение, угол склонения 10. Неплохие углы. Скорость поворота башни 33,4. Скорость поворота ходовой 36. Интересно, что? Подвижность. Подвижность. И тут интереснее всего увидеть скорость вперед 50, назад 20-50 км в час. Для среднего танка, скажем так, круто. Скажем так, круто. И если бы я отметил, так, по видону, по орудию, танк больше похож на ПТ, чем на СТ. Лично, мое мнение, скажем. Обзор. 380 метров мало, однозначная дистанция связи, но это неинтересно. Прочность. Прочность танка будет 1400 хп. Это неплохо. И это неплохо. Что можно сказать по фоткам этого танка? Реально, реально, вот так вот с некоторых позиций больше, так сказать, похож на ПТ. Такое орудие, тем более с Альфой 490, это больше такая ПТ-шная пушка. Но, тем не менее, в нашей игре эта машина станет средним танком. Химера. Будем посмотрим альтернативу ИС-3, про которого у нас на канале вчера вышел ролик. Обязательно посмотрите. Ссылка на него будет в конце. Я думаю, не составит абсолютно никакой. Дедушка Третий как был крутым пацаном, так крутым пацаном и останется. Будет гнуть, будет своей бронёй имбовать. И Дедушка Третьего никто не заметит. О, слава Дедушке Третьего! Можете воспевать, продолжать. На восьмом уровне ИС-3, царь и бог, и принц, и принцесса. Если так уж хотите. Ну, у нас, знаете, 21 век, толерантность. Может, кто-то считает и так. Ладно. Остаётся ГВТ-игр. Давайте досматривать финалочку на Т-10. Уникальный сюрприз вас здесь ждёт. Посмотрите. 7-7 хп. По нему тупо никто не попадает. Эти чёртовы арбомоды. Вот что делает ГВТ-игр? Куда ты потратил свой снарядик драгоценный? И ГВТ-игра мы нафаршировываем. Остаётся СУ-14-2. И, по-моему, он свил гнездо в квадрате А1. Разорять гнёзда, конечно, не дело советских парней. Но в этой ситуации, когда гнездится артиллерист, разорять, мне кажется, придётся. Боже, что я несу? Это уже химера меня совсем уже с ума свела. Эх, с ума свела меня красавица британская средняя танкетка. Так, 6 минут до конца боя. Возможно, меньше. Нужно найти арту и не подставиться под Фугасинский. У нас 14-14. Ну и, конечно, 77 хп. Фугасинский, если даже рядом приземлиться, может очень бобоном сделать. Но, надеемся, что оменёт бобо нас. СУ-14-2, квадрат А1. Надеемся, не переехал. И сейчас просто летим сражаться с коричневым негодёсиной. С коричневой негодёсиной. А1 прибыли. Прибыли. Курьер прибыл на базу. Самое время доставить посылку. И надеемся, что наша посылка дойдёт до адресата. Ведь Т-10 это не почта России совсем. А вот и герой. Он переехал. И ещё тут закочегарился. Так неплохо. Альфинушка немножко не прошла. 9 хп у квадратного друга остаётся. Ох, ядрить, копать. А сейчас нужно поосторожнее. Потому что артовод будет сразу стрелять. Если как только мы первый раз выезжали, он как-то ещё замешкался. Теперь он знает, откуда мы подъезжаем. И наш Т-10 принимает очень верное решение. Сменить позицию и объехать с другой стороны. Это позволит нам ввести артоводы реально в заблуждение. И с неожиданной позиции так. Оп и показаться. Ну ладно, давайте смотреть. Суть-14-2. Скорее всего он ждёт нас оттуда, откуда мы уже выезжали. А сейчас мы так сюрпризом для него выкатимся с другой стороны. Хотя он надеется, что мы через окошко вообще его. Оба-на, а вот это гениально. А вот это гениально. Даже я не сразу догадался, что у него будет за идея. Через окошечко коричневый смотрит на нас. И победа! Итоги этого боя на Т-10 сейчас перед вами. Вот такой вот у нас новый танчик на супертесте. Обязательно подписывайтесь на канал Бомбелковод. Прожимайте лайк колокольченский. И переходите слева. Сейчас будет видосик про ИС-3. Бомбезный и бой крутой. Обязательно. Вот сейчас все, кто ещё не тыкнул слева на видосик. Вот тык, тык, тык. Прям вот тык. Сейчас. Вот чё ты, чё ты ещё смотришь? Вот сейчас тыкни. Перешёл. Давай, давай, давай. Ладно. Всё, ребят. Вот я жду, 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 когда ты перейдёшь слева на видосик. Всё. Перешёл. А если нет, тогда увидимся. Пока-пока, мужики.